Дорогие друзья, вот мы и решили сегодня снять квартиру Светланы. И я сейчас нахожусь около дома. Вот так вот выглядит домик. Очень хороший, аккуратный, новый, чистый. И кто-то их даже украсил своими штанами. Замечательно. Вот калиточка идёт как раз внутрь территории дома. Вот такая дорожка ведёт к подъезду. Всё очень зелено. Ну, больше практически у дома ничего нет, да? Вот эта территория. Домовая территория и лифт. Да, ну немножко вот там садик есть. Вот такой подъезд. Вот Капычи даже убирает лестницу. Мы его застали здесь. Вот такой потолок интересный. И лифт. Вот такой красивый лифт. Так, друзья, мы с вами входим в квартиру Светланы. Вот такая дверь у квартиры. Очень даже симпатичная. Сейчас я её закрою. И мы начнём. Значит, у нас здесь имеется коридор. Вот такой коридорчик. И в нём вот такой встроенный шкаф угловой. С зеркалом. Ой, даже с подсветкой. Как классно. В общем, всё продумано. Здесь закрытая часть. Здесь вот, пожалуйста, крючочки. Так по-быстрому повесить, да. И мы попадаем с вами в спальню. Из спальни есть выход на балкон. А Свет, будь добра, покажи нам, пожалуйста, балкончик свой. Даже если можно, открою дверечку. А там открытая, да? Вот ты моя холосая. Привет. Привет, моя дорогая. Ну, извини, побеспокоили. Значит, здесь такое кресло-качалочка. Ой, прям так и хочется. Можно я на неё сяду? Пока балдеи, я покажу. Тарина. Ой, сейчас соседей в клубе. Витс балкона. Нет, ну сейчас день. Значит, витс балкона, витя на бассейн. Соседнего корпуса. Правда, соседнего корпуса. Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного. Любуется новый велосипед. Но это тема отдельного видео, да, Наташа? Новый велосипед, но, наверное. Так, хорошо. Заходим обратно в спальню. А здесь есть телевизор. А вот такое стеклянное что-то с полочками. Очень симпатичное. Посмотрите, какие светильники. И шкаф. Шкаф зеркальный и с секретом. Там что-то такое, типа гардероба, в который даже можно войти. Вот полки сделаны. Все обалденно. Очень удобно. Дальше. Идем дальше. Дальше у нас ванная комната. С... С... Тут потолок. Упс, нет. Вот это вот. Шум. Выключу. Да, потолок очень красивый. Турецкий. Подсветка. Мне очень нравилось. Хотелось такого потолка. Да, 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 да. У меня вот тоже все такие потолки. Хорошая душевая кабина. Вот не угловая вот эта штучка, которую я терпеть не могу. А то, что надо. Когда мыло упадет, можно нагнуться и достать. Водонагреватель проточный. Полочка зеркальная. Раковина. Ну, в общем, все. Все как надо. Все стандартно. А теперь заходим в большую комнату. Ну, насколько она большая, я, конечно, не знаю. Но это здесь зал. Начнем сначала. 20 квадратов. 20 квадратов. Ага. 27. 27. А, ну да, мы с тобой еще считали, я помню точно. А ты сейчас скажешь 20. Телевизор. Очень, очень стильная тумбочка под телевизор. Вся зеркальная, темные зеркала. И вот здесь Светлана еще поместила такие две панели. Они прям входили в комплект. Или ты сама докупала? Входили в комплект. Очень симпатично смотрится. Ну, можно было и без них, конечно. Ну, ты знаешь, с ними гораздо лучше. Значит, два диванчика. Один темно-серый. Другой светло-серый. Часы. Все. А, да, пожалуйста. Ага. На диме мы можем регулировать. И так же еще лепку. Понятно. А включи нам, пожалуйста, вот эту люстру. Люстку. Сверху. Ага. Очень красиво. А, еще пойдем тогда уже за 1,5 лет. Можно еще показать, что вот здесь. Так, подожди. Вот здесь начинается кухня. Ну, во-первых, у Светланы это еще не законченный проект. Вот здесь остается место, где она хочет сделать что-то типа рабочего такого стола для компьютера и так далее. И специально для этого сделали разбужную дверь. Потому что здесь была дверь обычная. Ага. Ну, чтобы сэкономить пространство, мы сделали такую же... Совершенно правильное решение. Значит, здесь пока все пусто, но будет скоро заполнено. Цвет кухни просто изумительный. И темный холодильник. Вся техника темная. Так. Вот самое, что меня, конечно, ранило в самое сердце, это вот эта зеркальная... Что это? Фартук, да, называется? Но даже его как-то фартуком не назовешь. Это настолько украшает кухню. Вот мы даже все отражаемся, там все в кусочках. И когда горит подсветка, это что-то необыкновенное. Но это, конечно, для таких частюль, как у нас Светлана. Она с тряпкой просыпается и с тряпкой засыпает. Ты тоже, кстати, посмотрев на это, захотела. Захотела, конечно. Только вот с тряпкой я вот тоже не очень как бы... Нет, ну я ее беру по мере надобности. Если умели наготовить, то нормально. Ну, ребят, ну согласитесь, что это просто обалденно. Просто обалденно. Ой. Посуда вся подобрана. Вся такая легкая, стеклянная, блестящая, невесомая. Вот посмотрите, тарелочки. И я там тоже вся... И вот такой стол, который тоже был заказан специально для этого дома. Вот такие стулья. А здесь у нас еще один балкон. Света, открой, пожалуйста, Жалюси. Да. Тут еще один балкон. Сюда нужно будет пустить какую-то нибудь плитоную. Может быть, привезти из Москвы. Еще тоже бумага. И Светлана уже застеклила этот балкон. Что, да, застеклила? Ну, обозок стеклил. Просто он был открыт, да, а здесь он закрыт. Вот такая вот улица. А вот там в конце улицы, вот если прямо посерединке смотреть, вот туда дальше пройти, там мой дом. То есть мы буквально вот в трех-четырех минутах друг от друга живем. Слуханного окна горы хоть как-то видны. Здесь почти не видно. Но вот тут вот в боковой части есть частично видна горы. Да, и вот эта дорога, вот где желтые такси стоят. Вот она ведет, эта дорога прямо к морю. И здесь до моря, ну... 120 метров. 120 метров. Очень близко. И все магазины, и все-все-все рядом. А вот знаменитые белые коврики. А все начиналось с этих рисунков. Приветствую вас, друзья мои. Ну вот теперь сейчас мы поговорим о Светланины квартире. И она нам все расскажет. И я надеюсь, что она тоже нам и расскажет, сколько и что стоило. Потому что я уверена, что людям именно это и хочется знать. Давай удовлетворим по мере возможности их любопытство. Хочу поприветствовать всех зрителей канала Натальи. Мне очень приятно снова вас видеть. Постараемся озвучить максимально, что возможно озвучить. Какие у нас будут вопросы, Наташа? Ну, первый вопрос. Какие переделки? Нет, нет, нет. Давай сначала начнем. Как ты выбирала квартиру? Вот по каким критериям ты ее выбирала? И как ты это делала? Значит, с Мерсином и Аланей мы уже разобрались. Будучи сильно побитыми Мерсинцами. Ну, очень сильно. А, Мерсинцы, со стороны Мерсина было очень много негатива. Хотя мы рассказали мою точку зрения, мое видение, и не больше, и не меньше. Мой выбор. И мое впечатление. Просто как посетившего этот город. Все верно. Почему он так сложился? Мы же не имели в виду, что Мерсин плохо, неуютно и так далее. Хотя, если побольше и поглубже копнуть, можно там много чего еще рассказать. Давай не будем, а то сейчас начнут копать у нас. Нет, нет. Сегодняшняя тема у нас другая. Вы все очень просили показать квартиру, ремонт. И начнем с того, что спросила Наталья. Мы собираемся здесь жить постоянно с мужем. Семья у нас небольшая, ребенок вырос. Значит, ты переезжай. И будем сюда на постоянное место жительства вдвоем с супругом. Поэтому, конечно, мы ориентировались на квартиру 2 плюс 1. Но финансово, конечно, у нас не получилось. Выбирали лучшее из квартир 1 плюс 1. Конечно же, в приоритете стоял район, в котором проживает Наталья. Я сюда приезжала в сентябре, именно в этом районе останавливалась. Его душевно полюбила. Это как раз конец Махмутлара и начало Кыргаджака. Вот этот район просто восхитительный. Это вот как раз тогда мы с тобой и встретились. Да. Когда мы посмотрели этот район, обсудили все плюсы и минусы. И сошлись к тому, что это самый лучший на данный момент район. Но, опять же, для нас лично, товарищи, для нас лично. Это наше мнение. Опять же, здесь просим не судить строго. Потому что мы выбрали то, что нравилось нам. И действительно, здесь есть свои плюсы. Значит, то, что касается квартиры непосредственно. Здесь есть, конечно, некоторая близость с соседними домами. Есть соседство с турецкими домами. Но это не очень близко, как вот окна в окна. И, ну, достаточно неплохо. Ну, вот с этой стороны, как раз с твоей стороны, да, тебя отделяет бассейн. То есть, вот эта вся территория соседнего дома. Бассейн соседнего отеля дома. И поэтому здесь достаточно красиво, комфортно. И, главное, дорога. Буквально вот в нескольких секундах ходьба основная. И до моря 120 метров. Мы уже замеряли. То есть, в общем, тут морем пахнет. Тут очень хорошо и комфортно. Когда я развешиваю белье, оно у меня прямо ароматное и пахнет морем. Я вот этот запах обожаю. Понятно. Значит, конечно, руководствовались еще тем, чтобы обязательно в квартире был выход на восточную или южную сторону. В нашем случае здесь два окна у нас выходят на север. И остальные четыре на восток. В общем, квартира очень удачно расположена. С утра здесь где-то до полдвенадцатого утра солнце. Как раз оно не очень активно. Можно посидеть, кайфово позагорать в моем кресле. И потом солнце выходит где-то около часа дня. Еще ненадолго уже боковое солнце. И где-то до трех дня здесь тоже солнце светит. То есть, в общем-то, очень комфортно в этом смысле. За это время квартира прогревается. И зимой здесь было очень комфортно. Вот все эти месяцы зимние. Я сказала уже, что жила здесь, не по сути, на Воланье. Муж у меня пока здесь не проживает. Он у нас в России. Ну и сюда приезжал. Одобрил мою покупку. В общем, квартира в целом теплая. Очень удачная. То есть, занималась ремонтом ты сама? Абсолютно. Без мужа, самостоятельно. Ну, герой нашего времени. Пришлось заниматься самой. Сразу скажу, что это ремонт у меня. Мы вот уже с мужем даже шутим. Посчитали десятый. Куда мы не переезжаем. Мы всегда даже съемное жилье в свое время. Старалась сделать какой-то минимальный ремонт под себя. Купить мебель, как-то интерьер сделать. То есть, это для меня уже дело обычное. Единственное, что это Турция. И здесь есть свои нюансы. Ну да, первое из них и знание языка. Да, все через переводчик, через какие-то схемы, рисунки. Я им пыталась объяснить, рисуя, объясняя, что я... Кстати, очень ты неплохо рисуешь, я хочу сказать. Вот, например, барную стойку. Вот мы там пытались. Они не понимали, что я хочу. Я им пыталась изобразить. То есть, что с кухней делать, к примеру. Какие вещи здесь на кухне, да. Да, вот тоже я им все рисовала по размерам. То есть, свои нюансы были. Но об этом да. Ну, ты понимаешь, нарисовать это одно. И даже объяснить это немножко другое. Ну, получить конечный результат, вот это уже совсем третье. Ну, знаете, в целом квартира была, вот Наташа покажет, я видео сбросила, очень уютная, комфортная. Да, кстати, вот она, на мой взгляд, она была вполне очень даже приятная квартирка. При той мебели, при том ремонте, при той кухне. Да, она была стандартная, но очень такое, все нормальное, хорошее было. Да, но мы как-то вот с мужем решили здесь уже жить совершенно по-турецки. Ну, пусть она порезвится пока. Значит, поэтому решили менять плитку на более интересную, под мрамор. Хотели именно глянец и размер 60 на 60. Здесь лежала плиточка, вот как у нас осталась в ванной, 40 на 40, такая матовая. А глянец это, чтобы тебе было чем заняться. Да, но это красивее, но это божественный вид, это просто вид, который изумительный. У меня вот там тоже, ну хотя он и здесь тоже, но и там тоже был глянец. Много метров этого глянца. Да, но ведь красиво, глаз радуется. Но, да, но убирать надо часто. Не знаю, у меня вот есть там робот-пылесос, если заметили. Я его пускаю буквально. Маленький помощник. Да, на полтора часа он меня убирает все, пространство моей квартиры, но здесь где-то 80 квадратных метров. После этого я прохожу влажную уборку, делаю буквально там несколько там штрихов, и у меня чистые идеальные полы. Это уборка занимает, моя уборка занимает полчаса. Ну и плюс еще везде зеркала, включая кухню. Это тоже еще занимает 2 часа, да? Нет, кухню я не запускаю. То есть если я что-то приготовила, например, и у меня какие-то брызги, я быстренько сразу протерла, и у меня все чисто точно так же. Я, то есть, на неделю не оставляю. Ну, понятное дело, понятное дело. Да. То есть у меня все сразу. Ладно, рассказывай дальше про свой ремонт. Что мы захотели изменить? Вот скажи, ты квартиру купила, там эта кухня была, она была установлена, или они ее тоже убрали, или тебе пришлось ее убирать? В целом, у нас кухонный гарнитур, он остался, ну, в боковых панелях. А-а-а, так это ты только заменила лицевые панели. Да, потом мы изменили высоту, мы немножко изменили дизайн верхних шкафов, потому что они были уже, ну, то есть немножко все поменяли. А-а-а, значит, закрыли пространство, у нас было пространство под посудомоечную машину, тоже сделали шкаф, потому что мы решили, что нам посудомоечная машина для двоих совершенно не понадобится. То есть у нас достаточно много получилось шкафов, мы их подняли наверх. А-а-а, я сделаю то же самое, потому что я вообще не пользуюсь своей этой машинкой. Да. Совсем она у меня стоит, может быть, два, два, два. У разных людей разное мнение, но вот в нашем случае мы так решили. Ну, когда мало людей, ты представляешь, сколько нужно копить этой посуды, чтобы включать ее не пустой, а как бы заполненной. И тогда сколько нужно самой посуды иметь, чтобы тебе вот на неделю хватило ее туда складывать, правильно? Кто-то говорит, что целый день копят посуду и к вечеру моют. Но это когда большая семья. А больше, когда семья. Да, дети, например, мама, папа, естественно, может быть, там и необходимо посудомоечную машину соглашусь. Вот, в нашем случае это не нужно. Не нужно. Значит, какие изменения повлекли замена полов, да? То есть мы решили изменить пол, потому что если этого не сделать сразу, то не сделаешь никогда. Да, точно. После этого мы сделали еще очень много переделок. Я тут подготовила себе шпаргалку, если вам интересно. Значит, я по порядку. Давай как-то основные, будем так говорить, изменения. Вообще, очень сделали много разводки электрической. Хотя я понимаю, что ты сделала как раз много вот этих мелочей, которые и сделали эту квартиру такой красивой. Это вот все, что касается подсветки, да? Электрики. Вообще, потому что мы сделали очень много дополнительных розеток, выключателей в нужных местах. Потому что они в Турции делаются, ну, лишь бы где-то. А вот что для этого делалось? То есть приходилось добить стены, да? Полностью штропили стены. Здесь было очень красиво, ну, в противоположном смысле, да? Здесь было все раскурочено. Потом, конечно же, это все заделывали и красили, да? То есть электрика глобально тут заменена. Вот. И все выключатели розетки. Что мы делали еще? Значит, мы выравнивали стены. Вот, к примеру, у турки любят строить так, что стена не совсем бывает ровная. Вот вы там, может быть, видео увидите того ремонта предыдущего. Вот, например, где вытяжка, там была стена неровная. Но мы выправляли ее гипсокартоном, чтобы сделать ровно. И точно так же мы делали в спальне, потому что нужно было поставить кровать, и там была выемка неудачная. То есть мы тоже гипсокартоном выравнивали стены. Естественно, потом они штукатурили, красили в этих местах, да? То есть такие вот моменты. Значит, потом мойка здесь стояла накладная, например, на кухне. И мы ее заменили на интегрированную, которая крепится снизу. И опять же пришлось, ну, пришлось, и тоже мне очень нравился цвет камня. Тут была каменная столешница. Ну, был большой вырез под мойку, и я уже тоже думаю, если мы меняем мойку, то, конечно же, надо менять и вот этот гранит. Гранит выбрали светлый, тоже, ну, хотелось такого светлого интерьера. А вот ты не помнишь, сколько у тебя обошелся именно вот этот гранит, да? Камень вот у нас достаточно большая, видите, поверхность в целом обошелся где-то порядка четырех тысяч лир. Это уже с мойкой. То есть они мне сразу подклеили мойку, и вот этот вот угловой камень мне привезли. То есть это все вместе с доставкой. Они всегда считают все вместе с доставкой. И с установкой. С установкой четыре тысячи лир. Но наши, грубо говоря, это как раз около сорока тысяч. Вот. Но это уже нужно было сделать, потому что, ну, посмотрите предыдущее видео, нам не очень нравилась мойка. Вот. Мы поменяли фартук или скинали, сделали его зеркальным. Во-первых, это расширило пространство. Во-вторых, я посмотрела это в интерьере. Ну, там были зеркала в форме кирпичиков. Мне захотелось немножко другой дизайн, который вы видите. Абсолютно восхитил этот дизайн. И я подумала, что вот мы посоветовались с мужем, тоже сделаем зеркало. Вот. На самом деле получилось очень эффектно. Ну да. Мне понравилась эта затея. Потом, значит, мы... А по цене не помнишь, сколько вот обошелся именно вот этот фартук церкальный? Этот фартук, вот то, что у нас, видите, у нас большой угол получился, вот где варочная панель. Я потом сфотографирую и пущу фотографии. Небольшой уголок получился еще вот там, где у нас навесной шкафчик открытый. Все вместе вышло порядка двух тысяч. Ну, чуть поменьше, может быть, где-то, может, тысяча девятьсот на лиры. Это где-то в районе девятнадцати тысяч. Вот это полностью все, опять же, с работой. Деньнадцати тысяч рублей, да? Ты на рубли перевозишь. Да, тысяча девятьсот в лирах. Ага, хорошо. Ну, или где-то там около двух. Значит... Это я уже прикидываю, сколько мне надо приготовить. Да, это полностью все с работой, опять же, с доставкой. Они зеркала где-то вытачивают и заказывают в другом городе, но мастера находятся здесь, в Аланье, и, значит, устанавливали, все делали здесь. Так, значит, какие еще изменения? В общем, очень мы много тут всего меняли. Замена фасадов мы уже обозначили. То есть мы меняли здесь, они были белые, и меняли немножко размеры. Так. Сделали раздвижной дверь в гостиную. Это мы тоже говорили в видео, коротко, да? То есть она у нас открывалась. Мы освободили пространство под письменный стол, который вот хотим сделать в этом же углу. Значит, также... А у тебя цены есть или нет? Шкафор? Нет, ну, допустим, вот этой двери переделать. Нет, отдельно я ничего такого не помню, потому что мы считали это все вкупе. Я потом в целом скажу... А тебе все это делали разные люди, или ты с какой-то одной компанией договаривалась, или как ты это все находила всех этих разных умельцев? У меня был хороший прораб, фирма, в которую я обратилась. Значит, эта фирма, кстати, Аслан Групп, они, кстати, и застройкой в Алане занимаются. И замечательный человек, объясню почему. Потому что все какие-то дела, которые он не мог решить, вот с дверями, я знаю, например, делал он сам. Значит, встроенные шкафы делал его человек. Что он, например, не мог сделать, он обращался к своим знакомым, вот, например, по стеклу, по зеркалам, на фартук, по камню, значит, в кухню. Ну, все вот эти моменты, это он все оговаривал, и цены мне всегда давали минимальные. Потому что турецкие жители между собой всегда лучше в этом смысле договариваются. Ну, это при условии, что сам этот человек, ты ему полностью доверяешь, и он... Да, но мы ездили с ним, то есть мы ездили, смотрели, например, цвет, мы выбирали, как это будет выглядеть. Ну, он это делал, как бы, у нас такое трехстороннее было решение, то есть, вот. Очень интересно, значит, мы придумали вот шкаф, который стоит в коридоре, мы заняли все свободное пространство максимально, да. У меня был пример такого шкафа углового, мы в Москве покупали, но это была готовая мебель. Я им рисовала, делала фотографии того шкафа, чтобы они меня поняли. Они даже сделали мини-проект, то есть, они меня возили к себе в мастерскую, там, в горах. И он сделал какой-то проект необычайный, ну, то есть, примерные размеры взял. Но он не понимал... Маленький или... Он большой, но он был низкий проект, чтобы понять, как будет открываться дверь. Потому что там нужно было угадать угол и подобрать нужные петли с каким-то там определенным углом. То есть, и вот этот человек, он, значит, создал маленький макетик, попробовал, как это будет, показал мне. Мы туда ездили несколько раз, я помню, в мастерскую. И вот сделал мне, потом приехал уже готовый шкаф, уже установил, уже здесь на месте не было проблем. Вот, то есть, все такие вот... И вот этот шкаф такой, в который входить можно... Который... В спальне... В спальне, да, да. В нише... Тоже они делали, да? Тоже они делали, да. Сделали деревянные створки раздвижные мы... Я просила, чтобы, значит, пол был ровный. То есть, сделали как бы рельсу там в полу, пока мы вот плитку клали, чтобы заранее запланировать, чтобы вот ходили двери там. Как все продумано, обалдеть можно. Какая ты умница! Вот, и потом, когда эти фасады были деревянными, мы решили их сделать зеркалом, расширить пространство. И уже сделали и шкаф зеркальный, и с другой стороны кровати тоже зеркало с полочками, чтобы там функционально место было, мне как девочке, краситься, укладывать волосы. То есть, мне очень удобно. То есть, я рядом со своим местом спальным могу всегда себя привести в порядок. То есть, какую-то мелочь положить. Вот. То есть, это тоже было сделано, и мне вот эти моменты очень понравились. То есть, ну, конечно, были моменты, когда надо было им показать, как это будет сложнее, когда... Как надавить, да? Сложнее, когда они тебя не понимают. Но они начали по-другому. Но они вообще доброжелательно к тебе относились? То есть, вот если ты хотела что-то вот именно сделать вот так, а они, может быть, по-другому хотели или советовали тебе, они как бы не раздражались сильно, нет? Сильно не раздражались, во всяком случае, этого не показывали. Может быть, где-то они понимали, что я очень требовательна, потому что мне мой прораб сказал, ну, Свет, к тебе никто по одному разу не приходит. Я говорю, ну, подумайте, почему. Да, то есть, значит, что-то они не доделали. То есть, вот там мне люстру вешали, да, там повесили не до потолка. Я говорю, сделайте, а у них там каких-то нету шайбочек. Я говорю, ну, хорошо, ну, тогда в следующий раз придете. Точно так же мне вешали... Причем ты оплачивала работу в конце, да? Ничего я не оплачивала. У меня все было просчитано в смете. Нет, нет, подожди. У тебя что, вообще весь проект был обсчитан вот в одну сумму? В две. Сначала мы посчитали все ремонтные работы, и потом еще нужно было нам посчитать какие-то строительные моменты. Шкафы, зеркала, фасады. Это была вторая смета. То есть, мы ремонтную смету и, значит, смету составили уже по... Понятно. То есть, ты не оплачивала за каждую законченную... Допустим, шкаф сделали, оплатила. Я внесла какую-то предоплату. Предоплату, ага. Да, и потом уже по окончанию. И, кстати, мне сделали рассрочку даже. Ну, в общем, пошли на все моменты, потому что мне нужно было что-то докупить из мебели, из техники. Не хватало денег. И мы даже оговорили рассрочку. То есть, ну, в общем, очень лояльны в этом смысле. Хотя всегда у нас были какие-то камни преткновения. Вот они видят ремонт по-своему. Вот. Ну, что мы еще здесь переделывали? Глобально. Ну, ванную, я так понимаю, ты не переделывала? Потому что я не переделывала. Ванную я не переделывала. Единственное, что мы там сделали потолок. Угу. Переделывали потолок с верхним освещением. Там стал очень яркий свет. Там были две точечки, два точечных светильника. Обычные какие-то пластиковые потолок. Не очень красиво. Вот. Мы сделали такой чисто турецкий. Вот. Кстати, про полы мы поговорили. Но многие скажут, вот в Турции полы холодные. Почему не сделали ламинат? Это было наше решение. Мы не любим ламинат. Я не люблю ламинат. Вот в Турции хотим жить по-турецки. В общем, в принципе, ничего не трудного одеть какую-то теплую обувь на ноги зимой. Летом здесь очень комфортно на таком полу. Да. Я летом... У меня тоже никакого ламината. Никаких ковров я не стилю вообще. И все лето я хожу босиком. Вот. Да. Люблю. Вот. Поэтому... По прокладному полу. Глобально мы, конечно, здесь еще подошли к какому моменту? Я уже сказала про электрику, розетки и, соответственно, освещение. Мы сделали здесь несколько видов освещения. Точечное. Лет освещение. Мы завели это на диммеры. То есть, чтобы это было с уменьшением. Значит, потом повесили центральное освещение, да, люстры. В комнате я продумала отдельно в гардеробную выключатель. То есть, вот это все надо было над тумбочками, которых сейчас пока еще нет в спальне. Там нужно еще что-то нам дополнить, доделать по мелочи. Тумбочки, комод поставить. Тоже сделали ряд розеток, выключателей. То есть, с каждой стороны. Вот все эти моменты за телевизором, где мы его повесили, там тоже не было никакого электричества. То есть, вот все это сделали в процессе. Ну, очень-очень все продумано, конечно. Очень. Вот даже здесь мы поставили вот барную стойку и освещение. Очень комфортно вечером, когда не хочется перегружать себя каким-то светом. Очень так это романтично получается. Вот. Кстати, эту барную стойку мы заказывали. Я заказывала в Турции. Это было очень трудно. Потому что я имела представление, что ее можно сделать из акрила. В Москве или в России акрил очень популярен. И сделать такую вещь там будет очень легко. Ну, очень много где. Здесь я не нашла. Во-первых, акрил... Но дорогой же акрил, да? Мне здесь озвучили очень дорого, Наташа. Это в районе 8 или 9 тысяч лир. Вот такого размера барная стойка, как у меня стоит. Я, конечно же, на такую сумму не могла согласиться. Вот. Я говорю, какие есть варианты. Вот. Мне предложили, что сделать из гнутого ДСП. Ну, вот просто мы хотели барную стойку. Вот. И хотели обычный стол. Именно барную стойку. Он и место немного займет. Это вот нас немного человек. Нам не надо 6 стульев, да? Вокруг стола. Вот. Гнутая ДСП и покрашенная. Там получилось 5 слоев краски. Краску мы подобрали к столешнице как раз каменной. То есть тоже сделали матовый цвет. Подобрали такой же. Немножко он такой молочный, так скажем. Чуть-чуть он оттенок имеет. Не чисто белый. Вот. То есть... И сколько тебя обошелся эта стойка? Барная стойка мне обошлась 3000 лир. Дорого тоже. И сэкономила 5000, да? Тоже дорого. Я не скажу, что это дешево, да? Ну, ты хотела это. Это красиво. Я вот, да, я хотела. И вот у меня получился вот такой вот там вот главный. Знаешь, мы уже находимся на той стадии жизни, когда надо уже как-то свои мечты воплощать, так сказать, в жизнь. Вот тебе хотелось это иметь, ты это имелешь. Да, и мне очень помогла девочка одна, которая вот работала в строительной компании, которая вот эти столешницы из акрила там предлагала в своих квартирах. Вот. И мы вышли на этого мастера с ней, и она по-турецки разговаривает. И, в общем, мы... Я очень много обошла сама. Здесь мне даже прораб не смог помочь вот этой барной стойкой, потому что он не понимал, что я хочу. Как это вообще должно выглядеть? А можно ли вообще это сделать? Вот. То есть здесь я действительно очень много ферм прошла. Вот. Какие еще изменения, значит, мы себе здесь сделали? Ну, двухуровневый потолок мы делали. Вот, как вы видите, здесь у нас в гостиной был сделан, а в коридоре и в спальне двухуровневого потолка не было. То есть мне мастера делали там потолок. Вот. И, конечно же, потом точки ставили там, да? Вот. Что мы еще делали? По освещению мы говорили барную стойку вытяжка. А, вот, что очень важно. Мы здесь на кухне вытяжку сделали на улицу. То есть мы вот туда под потолок завели специально трубу алюминиевую и вывели на улицу. То есть у меня напрямую теперь выходит все туда. Точно так же в санузле мы сделали принудительную вентиляцию на отдельный выключатель. Ее не было вообще. Там получается вытяжки. То есть они мне провели под потолком в коридоре и тоже вывели на балкон вентиляцию. То есть принудительную. Скажи, пожалуйста, а вот этот Асман, он говорит по-русски? Асман? Ну вот, с кем ты работала? Мустафа. Мустафа его зовут, да? Это компания называется Асман, что ли? Аслан Групп. А, Аслан. Это их фамилия Аслан. Мустафа, он говорит по-русски или не говорит? Все через переводчик. Ну, мы уже начали в конце хоть какие-то слова. Он по-русски, я какие-то по-турецки. Это уже, ну, как такие элементарные вещи. В целом мы разговаривали в основном через переводчик. Но мы уже понимали какие-то вещи. Он знал, что мне все надо аккуратно делать. И он, каждый строитель, который не приходил, говорил все, что вот Свете нужно чок-гузель. Чок-гузель это очень хорошо сделать. Вот эти. Ну, в общем, мы так, в общем, все оговорили о всех твоих, как это называется по-русски, реновейшнс. Ну, то, что мы попытались изменить. Да, да. В общем, сделали хороший, очень подробный ремонт. Вот теперь скажи, хочешь ли ты озвучить цену своей квартиры и сколько это в общем стоило для того, чтобы довести ее вот до такого чудного состояния. Спасибо, Наташа. Я озвучу, конечно же, потому что очень много вопросов было и будет. Они будут неизбежно. Поэтому лучше уже все выводить сразу. Мы уже писали многие и спрашивали там. И мы, конечно, ждем, сдали вы этого видео, чтобы узнать. Квартиру мы приобретали непосредственно от собственника. Хотя я сюда приехала в ознакомительный тур, за который мы тоже оплатили 500 евро. Значит, ну, получилось купить квартиру непосредственно от собственника достаточно выгодно. Мы потратили 40 тысяч евро за пустую квартиру, потому что ничего из техники мы не оставили, кроме маленького телевизора, который в спальне. И там был установлен в спальне же кондиционер, мы точно так же его оставили. То есть заплатили еще, получается, хозяйке 500 евро за вот эти два атрибута. Значит, получается, 41 500 плюс знакомительный тур 500, значит, где-то 41... Ну, и плюс, наверное, расходы на оформление. 41 тысячи евро. Ну, а из плюс, да, там налоги, там тоже порядка... Привет, моя хорошая. Порядка... Не рукайся, все нормально. Значит, порядка 41 тысячи. Значит, все, что касается дальнейшего оформления квартиры, техники и так далее, вот это тоже такой объемный вопрос, потому что каждая вещь, конечно, стоит денег. Если обозначить, например, технику отдельно взять, мы выбирали определенную технику. Мы вот хотели, чтобы Вишнево очень гармонирует с черным. Мы хотели в стекле и покупали двух фирм. Так получилось, что была очень хорошая скидка фирме Франко, Франке. И мы вот покупали там, значит, встроенную микроволновку, духовой шкаф, варочную панель и вытяжку вот в этой фирме. И плюс арчевик мы покупали, кондиционер, холодильник и стиральную машину. Все в черном цвете и в стекле. Значит, в целом техника обошлась где-то порядка четырех тысяч, четырех триста евро. Евро. В целом где-то так. Четыре тысячи триста евро. Да, но техника дорогая, нужно сказать, потому что фирмик обиквально дороже. Телевизор огромный. Кстати, да, телевизор еще сюда в эту сумму вошел, потому что... Можно и подешевле купить, в принципе. Но хотели все шикарно. Он не будет Samsung тогда. Он будет качество видео другое, потому что, вот, например, мы взяли турецкие телевизоры, которые от хозяев, и он совершенно по-другому показывает. Вот. А здесь мы из гостиной хотели, чтобы прям просматривался он с любой точки даже. Значит, ты сказала семь тысяч пятьсот евро. Ты заплатила за технику, а мебель? Четыре тысячи триста евро. Ой, евро. Четыре тысячи триста евро за технику, за мебель? За мебель порядок цен. Ну, вот смотрите, что мы из мебели покупали. Два дивана, комод под телевизор зеркальный, зеркала. Кровать. Кровать с подъемным механизмом. А мы купили хорошую кровать, кстати, с классным матрасом. Просто мне отговорили покупать, лишь бы какую. Ну, сказали, что это будет служить долго. Ну, где-то я записала, я считала, в целом у нас мебель где-то обошлась порядка двухсот евро. Двух тысяч сто евро. Где-то вот в этом диапазоне. Сюда еще не входит текстиль. То есть мы покупали занавески, естественно. Ну, это уже такие мелкие детали. Это так неважно. Ну, все равно, конечно. Ну, конечно, прибавляем. По стоимости перелично, да. Хорошо. И вот сам ремонт. Ну, вот смотрите, в целом, вот я сегодня, мне даже стало интересно, я примерно посчитала. У меня вот все где-то вот вместе, ремонт, техника и мебель обошлось где-то ближе к 52 тысячам евро. То есть если посчитать, что я за 41 приобрела... Извини, 52 тысячи. А, ты имеешь в виду вместе с ценой квартиры. Где-то в целом вот на ремонт... Значит, дорогие друзья, 52 тысячи евро стоила покупка квартиры, ремонт, оформление, мебель и техника. То есть это конечная сумма под ключ вот за такой шикарбурс. Что еще нужно доделать, я тоже внесла, потому что эту сумму я тоже имею в виду, что нужно там письменный... Кошка в эту цену не входит. Она бесценна. Значит, письменный стол, какие-то тумбочки, комоды небольшие, что-то еще траты будут, мебель плетеную на балкон. Это мелочи, но это вот войдет в эту сумму. Где-то вот нужно сказать, что если квартира обошлась 41 тысячу, и вот плюс все, все, что было сделано и все, что куплено, где-то порядка 52 под ключ. Ну, отлично. Ты сама довольна вот всем этим мероприятием, покупкой квартиры, вот этим ремонтом, то, что ты здесь находишься, вот живешь. Ты счастлива? Да, я очень счастлива и немножко начинаю успокаиваться. После Москвы, конечно, там ритм бешеный, здесь ритм очень спокойный, здесь море, здесь комфортно. Ремонт, конечно, меня немножко напрягал, потому что это очень большая ответственность, это деньги. У меня их немного, поверьте, были комментарии негативные от людей, что вот вы приехали, там богатые, вы себе можете позволить. К сожалению, я говорю о себе, я не могу себе позволить, поэтому я делала комфортный, хороший ремонт надолго, но при этом за не очень высокие деньги. Я пыталась где-то везде сэкономить, вот. И вот то, что получилось, то получилось. Ну, хорошо, я только могу, знаешь, поблагодарить тебя за то, что ты нас впустила в своё собственное пространство. И я очень надеюсь, что люди, которые посмотрят этот ролик, это оценят. Мы пришли в гости, а когда люди приходят в гости, они должны себя соответствующим образом вести. Так что все какие-то негативные комментарии, извините меня, я буду удалять вместе с комментирующим. То есть я просто не буду удалять комментарий, а удалю самого комментирующего. Уж не обижайтесь, пожалуйста, но вот у меня такие правила на канале. Дело в том, что это наше видение, наше представление. Если вы хотели бы что-то для себя подчеркнуть, пожалуйста, спрашивайте. Да, вопросы, пожалуйста. Но какой-то негатив, это же наше восприятие, да? Вот мы видим себе вот таким ремонт, себе вот Турцию вот такой. Поэтому не судите строго, как есть. Ну, хорошо, спасибо, Светлана. Спасибо, дорогие друзья, что посмотрели. Пишите свои комментарии, вопросы. И давайте все будем общаться только позитивно. Всего вам хорошего, здоровья, удачи во всем. И чтобы ваши мечты сбывались всегда. Хочу тоже попрощаться с вами, пожелать всего самого наилучшего. И, возможно, мы еще когда-то встретимся на канале. Да. Потому что нам есть, что вам рассказать. Всего вам хорошего, дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok